SCP-1724. Измеритель души. Класс объекта безопасный. Особый слой содержания. Компоненты SCP-1724 хранятся в трёх отдельных камерах для объектов класса безопасный, расположенных на расстоянии минимум 20 метров друг от друга. Никому из персонала не разрешается взаимодействовать с этими компонентами, за исключением проведения исследований. Субъект, получивший при тестировании SCP-1724 оценку более чем 900, должен быть устранён немедленно. Описание SCP-1724 – это крупное механическое устройство, произведённое из компонентов, разработанных в начале 20 века. Комплектующий SCP-1724 весит в сумме 423 килограмма и занимает площадь 34 квадратных метра. SCP-1724 не требует электричества для работы. Предполагается наличие внутреннего источника энергии. SCP-1724 собран из трёх основных компонентов, пронумерованных от первого до третьего. SCP-1724-1 – большой стеклянный шар, закреплённый на латунной стойке с вентилем и несколькими стержнями, передающими электрический ток шар. SCP-1724-2 состоит из нескольких длинных стальных стержней, соединённых проводами, не спускающих сильное гамма-излучение. Когда SCP-1724 активен, SCP-1724-3 – большое кресло с двумя встроенными телеэкранами. Кресло также имеет несколько приспособлений, предназначенных для присоединения к человеческому телу. На фотографии SCP-1724 перед постановкой на содержание. Аномальные свойства SCP-1724 проявляются, если человек садится в SCP-1724-3, и все части SCP-1724 находятся на расстоянии не более 20 метров друг от друга. В этом случае компоненты активизируются. SCP-1724-1 начинает выделять дым зелёного цвета. Вентиль крутится в ускоряющемся темпе. Следует отметить, что в этот момент радиация, излучаемая SCP-1724-2, не оказывает влияния на человека, сидящего в SCP-1724-3. После приблизительно 30 минут, телеэкраны, расположенные на SCP-1724-3, начинают показывать изображения. Эти изображения обычно относятся к человеку, сидящему в SCP-1724-3. Однако их контекст невозможно определить. Это продолжается ещё 30 минут. В настоящий момент неизвестно, с чем связана именно такая продолжительность. По окончании процесса, на экранах SCP-1724-3 появляется число от 0 до 999. Это сопровождается голосовым комментарием. Неизвестно, какой именно компонент производит звук. Конструкция SCP-1724 не содержит звуковоспроизводящих устройств. Эти комментарии обычно критичны по характеру. Чем ниже оценка, тем больше критики. Для ознакомления с частичным списком высказываний SCP-1724, смотрите приложение 1724-а. Люди, находившиеся под воздействием SCP-1724, испытывают 10-15% снижение времени реакции эстроты ума. Затруднено формирование рационального мышления. Они проявляют признаки социопатии. Признаки становятся более выраженными при каждом новом воздействии SCP-1724. Также подопытные становятся более коммуникабельными. Все время стараются привлечь к себе как можно больше внимания. SCP-1724 был обнаружен во время рейда на склад, принадлежащий Пятой Церкви, после того, как многочисленные сообщения о сверхъестественной активации на местном военной базе достигли агентов фонда. Склад, предположительно, был построен для хранения SCP-1724. Объект был классифицирован как «безопасный» в 1989 году. Приложение 1724-а. Неполный список высказываний SCP-1724. По поводу оценки 567, полученной D-0987. Сестра, в тебе есть чувства, но ты еще не готова. Тебе нужно идти, девочка. Тебе надо выйти в мир, придать изюминку душе. Можешь бросить все и уехать, или стать той, кем ты никогда бы и не думала стать. D-0987. Сделала несколько запросов о переводе перед ежемесячным устранением. Запросы были отклонены. По поводу оценки 109, полученный D-9541. Я не знаю, брат, тебе просто не дано. Нет чувства, ритма. Это не то, чему можно взять и научиться. С этим нужно родиться. D-9541. Проявил признаки глубокой озабоченности и депрессии. Совершил суммы ВИСТа до ежемесячного устранения. По поводу оценки 789, полученный D-8234. Эй, эй! Притормози, дружище! В тебе есть что-то, чего нет у остальных. Есть понимание. Ты знаешь. Некоторые детали идут не так, как должны. Ты энергичен и амбициозен. Ты готов, сынок? Я чувствую это своими костями. D-8234 выразил удовлетворение услышанным. Уровень эндорфинов поднялся. D-8234 был устранен в конце месяца. После смерти на лице осталась улыбка. По поводу оценки 997, полученный D-1249. 15-секундная пауза. Брат, я многое повидал. Такое, что заставило бы твои глаза вылезти из орбит и высечь нам, как яйца на сковородку воскресным утром. Но твоя душа это что-то, аромат, изюминка, чувство. Это что-то совершенно иное, брат. При случае поговори с главным. Я думаю, он захочет увидеть тебя. Через 7 дней после эксперимента, D-1249 исчез из-под надзора фонда. На данный момент его местонахождение неизвестно. Эксперименты приостановлены.